Общественные работы, арест до 6 месяцев или тюремный срок до 2 лет. Депутаты, наконец, ужесточили наказание для домашних агрессоров. Отныне их будут вносить в специальный реестр. Кроме того, в документе четко прописано само понятие семейное насилие. Это не только побои, но и психологические издевательства и экономические ограничения. Вообще, проблема семейного насилия актуальна для всего мира. Но, если в цивилизованных странах есть четкие механизмы и сдерживания насильников, и помощи жертвам, то в Украине данная проблема была пущена на самотек. И это при том, что от домашней агрессии страдают миллионы людей. Но полиция на подобные вызовы ездит крайне неохотно. А если и приезжает, то попросту бездействует. Что изменит принятый закон, который вводит европейские стандарты? И как с этой проблемой борются на Западе? Выясняла Любовь Кукла. То чувство, когда стыдно, больно и страшно. Потому что бьет, не значит любит. В широком фиксируется немного больше 100 тысяч выпадков домашнего насильства. Но это только официальная статистика, вершина айсберга. На самом деле жертв семейного насилия гораздо больше. Их миллионы. И в основном это женщины и дети. Наталья и сейчас дрожит от страха, когда вспоминает, что ей пришлось пережить. Женщину с маленьким ребенком выжил из дому родственник. Издевался он над нами. Потом выгнал с квартиры. Ограбил. И чтобы с целью ограбления квартиры не пускать в нас квартиру, поменял входные замки. Наталья с маленькой дочкой год скиталась по друзьям, знакомым. Иногда приходилось ночевать даже на улице или вокзале. А все из-за мужчины, из-за которого вышла замуж ее сестра. Зять сразу прописался в их квартире. И превратил жизнь Натальи в пытку. Сначала унижал морально. Потом начались побои. Избил, сказал, чтобы я паковала чемоданы. Он теперь хозяин квартиры. Что здесь я не имею права жить. Чтобы убирала с коридора, с кухни все свои вещи. Агрессор избивал и Наталью, и детей. Он сестры избил ребенка зверски, самокатом. Это от шурупа самоката. Ребенок радовался, что его оттуда вырвали. Все было в крови. Это на следующий день расцвели синяки. Тут и старые, и свежие. Это он его тушил сигареты. После каждого скандала Наталья и побои снимала, и заявления в полицию писала. Но все напрасно. Правоохранители на такие конфликты не реагируют. Мол, разбирайтесь сами. Это ваши семейные проблемы. Люди скажутся на то, что полиция не реагирует эффективно. Поэтому Наталья приняла решение. Бежать. Вот только куда. У меня были женщины, жены депутатов, милиционеров в том числе. Военнослужащие. В общем, категория. А среди них и Наталья. Это временный приют для женщин, которые страдают от домашнего насилия. Правда, рассчитан он только на 12 человек. Они абсолютно безвольны. Они не знают ни выхода, ничего. В этот приют женщины приходят, когда совсем не в моготу. Но спустя какое-то время все равно возвращаются домой. Кто-то из эмоциональной привязанности к агрессорам. А кто-то от безысходности. Ведь идти больше некуда. Возвращаются по нескольку раз. Причина простая. С насильником надо работать. У нас вообще парадокс. Значит, женщины с детьми уходят искать прибежище. А насильники остаются. Но даже тем, кто все-таки решился бежать, зачастую приходится прятаться. Вот у нас запасной выход. На тот случай, если насильники рвутся в те двери. Бывает. Такое бывает. У нас где-то года полтора тому назад был случай. Выследил муж жену с ребенком. Маленький мальчик был. Значит, и вот с биноклем. И выслеживал, когда, куда заходит. Ногу в двери. И угрожал и нам, сотрудникам. И ей, соответственно. Именно поэтому, чтобы агрессор не смог найти свою жертву, подобные приюты прячутся. Среди обычных хрущевок или общежитий. Здания неприметные, без табличек и вывесок. Конспирация ради безопасности. Сексуальное домогательство, побои и унижение в семьях. Это огромная проблема для всего мира. Не исключение и цивилизованные страны. Отличаются лишь подходы к решению проблемы. Полиция не мает приездить в домовку, подивиться, что это одна родина, сказать, что это ваши внутренние разбирки. Мы поехали, а вы тут разбирайтесь. Або мы не будем втручатись. Вы сегодня посварились, а завтра помиритесь. Конечно, не должна. Полиция должна действовать. Как минимум, задержать агрессора. К примеру, как в Америке. Я полицейский. Моя работа – просто произвести арест и сделать так, чтобы он никогда вас больше не обижал. Если кто-либо звонит в полицию, то офицеры просто обязаны произвести арест. Если есть свидетельство, что этот человек физически кому-то угрожал, то у полицейских просто нет выбора. Они арестуют этого человека. Это не обязательно означает, что он будет осужден. Но полиция обязана забрать его из дома. По статистике, каждая четвертая женщина в Америке страдает от семейного насилия. В год местные службы помощи принимают до 8 тысяч человек. Им дают временное убежище. И помогают. И психологически, и юридически. Вы имеете право прийти в суд в течение двух часов после того, как заполнили бумаги. И попросить так называемый protection order. Это запрет на то, чтобы агрессор мог прийти к вам домой или на работу. Ему запрещено звонить вам по телефону. Нельзя даже контактировать в Facebook и Twitter. Это создает барьер. За нарушение запрета приближаться к жертве насильник может попасть в тюрьму. Или заплатит штраф в тысячу долларов. У нас проблему домашнего насилия просто игнорируют. Но, наконец, появился шанс изменить ситуацию. Депутаты ужесточили наказание для семейных насильников. Разрешили сажать их в тюрьму на два года. Теперь главное, чтобы эта норма действительно заработала. Любовь кукла Дмитрий Анопченко, Сергей Ведмить и Сергей Килимник. Подробности недели. Телеканал Интер.